Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Паралепименон и мы сегодня будем читать 15 главу, в которой рассказывается о том, как Ковчег Божий в одни царя Давида был перенесен в Иерусалим. Собственно говоря, Иерусалим становится столицей еврейского народа именно в этот момент, когда Ковчег Божий переносится в Иерусалим. Почему? Потому что столица в таком подлинном смысле это не просто военно-политический центр, это должен быть и религиозный центр. Но религиозным центром Иерусалим становится тогда, когда Ковчег Завета вносится в Иерусалим. И мы читаем с первой стиха и ниже. «И построил он себе дома в городе Давидово, и приготовил место для Ковчега Божия и устроил для него скинию». То есть себе он построил дома, не один дом, а несколько домов, а вот для Ковчега Божия он устроил скинию. Скини – это большой такой шатер распростертый. И как мы говорили ранее, то, что Давид сначала, возможно, по научению царя Хирама строит дом для себя, это могло вызвать несогласие Бога, потому что сначала надо было построить храм Божий, а потом думать о царском дворце. И, может быть, из-за этого в том числе Господь и не позволил ему построить храм, а храм построит его сын. Мы об этом уже говорили. Тогда сказал Давид, то есть когда был поставлен в шатер скиния для Ковчега в Иерусалиме, тогда сказал Давид, никто не должен носить Ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить Ковчег Божий и служить ему вовеки. И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести Ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. То есть он понимает, что лучше всем держаться немножко подальше от Ковчега, пусть священники и левиты, и переносит его. И то каждый должен переносить Ковчег в соответствии с теми допущениями, которые предполагаются. Одни для левитов, а другие для левитов-священников, которые были потомки Леви и Аарона. А если кто-то потомок только Леви, но не Аарона, он левит, но не священник. И созвал Давид сыновей Аароновых, вот они на первом месте, они левиты, но и священники, потому что только потомки Аарона были священниками, и левитов, а это потомки Леви, но не Аарона. Они не могли священно действовать. И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов, из сыновей Каафовых, Уриила, начальника и братьев его, 120 человек, из сыновей Мерариных, Осаю, начальника и братьев его, 220 человек, из сыновей Герсоновых и Аиля, начальника и брата его, 130 человек, из сыновей Ели Сафановых, Шемаю, начальника и братьев его, 200, из сыновей Хевроновых, Эли Эла, начальника и братьев его, 80, из сыновей Узииловых, Аминадаба, начальника и братьев его, 112. То есть значительное число священников и левитов. И призвал Давид священников, то есть прежде всего священников, Садока и Авиафара, и левитов, и, скажем так, архиереев, и просто левитов, Уриила, Асайю и Аиля, Шемаю, или Эла и Аминадава. И сказал им, вы начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши. То есть освящение левитов, оно происходило и священников с того, что самые старшие сначала освящались. Например, предосвященник, прежде чем приносить жертвы за народ, он должен был, по закону Моисея, принести жертву за самого себя, за свои собственные грехи. Поэтому здесь говорится, что они должны осветиться сами и братья их. И принесите ковчег Господа, Бога Израилева, на место, которое я приготовил для него. Ибо, как прежде, не вы это делали, то Господь, а Бог наш, поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. То есть прежде, как бы люди не заботились о собственном освящении, перед тем, как прикоснуться к святыне. И были наказаны многие. И осветились священники, вот это то, в чем нуждаемся мы, священники, прежде всего. То есть прежде, чем мы будем благословлять народ, мы должны сами очиститься, осветиться, получить благословение от вышестоящих. А вышестоящие исповедуются даже перед младшими священниками. Но, как говорится, это очень важно, ведь рыба гниет с головы. Если мы, священники, не будем освящаться, очищаться, как мы сможем эффективно освящать и очищать других. Хотя благодать действует и через недостойных, но это серьезная опасность для самих этих недостойных. И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева и понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедовал Моисей по слову Господа на плечах, на шестах, то есть кому можно было на плечах нести, кому на шестах. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих, певцов, с музыкальными орудиями, с псалтырями, это струнные инструменты, с цитрами, кемвалами, бряцающие инструменты, чтобы они громко возвещали глаз радования, то есть проявляли бы веселье и радость. И поставили левиты Эмана, сына Иа Илева и братьев его, Асафа, сына Верихина, а из сыновей Мераринах братьев их, Эфана, сына Кушаи и с ними братьев их второстепенных Захарию, Бена, Назиила, Шеми, Рамофа, Иехила, Уния, Илиава, Ванею, Моасея, Матафию, Элифлеуя, Мекнея, Иавет, Эдома, И, Ие, Иела привратников. То есть сначала священники, потом левиты, потом второстепенные левиты, потом привратники, Иман, Асаф и Ифан играли громко на медных кемвалах. А Захария, Азиил, Шеми, Рамоф, Иехиил, Уни, И, Илиав, Моасей, Иванея на Псалтирях тонким голосом. То есть звучание было таким тонким. Матафия, Же, Илефле, Уй, Мекней, Аветы, Дом, Иэль, Иазазия, на цитрах, чтобы делать начало. То есть начало задавать тон. Ну, кто-то может спросить, почему перечисляются все эти имена. Дело в том, что вот эти все генеалогические линии, они подсказывали левитам, которые читали эту книгу, какое служение на каком инструменте совершали их предки. И они, подражая предкам, тоже занимали в оркестре совершенно определенное место для того, чтобы если там дед, прадед играл на этом инструменте, мы тоже будем играть на этом инструменте. Ахинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем. То есть человек был учитель пения, потому что был искусен в пении. Вот это как бы такое наставление для нас над любым делом ставить человека, который искусен в этом деле. Потому что если человек не искусен в этом деле, а его ставят над этим делом, то это неправильно. Например, сказано, что священнослужитель должен быть учителен, а если у него нет таких качеств, может быть, ему заняться чем-то еще, например, звонарем стать или кем-то еще. Верыхия и Лкана были предверниками у Ковчега. «Шивания, Исафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Лязер священники трубили трубами пред Ковчегом Божьим, а в этот дом Иехия были предверниками у Ковчега». Дважды говорится о предверниках у Ковчега, и возникает вопрос, что это такое. Дело в том, что скиния — это огромный шатер распростертый, но она могла иметь стены, эта скиния, то есть кладка там, предположим, в 10 камней, чтобы никакие животные не смогли бы пробраться в скинию. То есть это не просто шатер, а, скажем так, укрепленный шатер с некими такими настилами, чтобы обезопасить святыню, которая будет находиться в нем. Так долгое время Ковчег находился в скинии, в селоме, где свое служение совершал Ильей, о котором мы читали в первой книге царей. И с 25 стиха и ниже мы читаем далее. «Так Давид и старейшина Израилева и тысячи начальники пошли перенести Ковчег Завета Господня из дома Авет и Домова с весельем». А почему это подчеркивается, там, с весельем? Ковчег перенести, играть должны с весельем. Потому что исполнение любой заповеди без радости и веселья не угодно Богу. Так сказано в книге «Второзаконие». И более того, кто исполняет все заповеди, но без радости и веселья, Господь его прогонит с его собственной земли и отдаст его в руки его врагов. Как бы ни вольник, ни богомольник. Но, с другой стороны, объяснение есть и такое. Награда за любое служение – сама возможность совершать это служение. Если человек совершает служение, но награда за служение – сама возможность совершать служение, как он это может делать без радости и без веселья? То есть ты уже получаешь награду в том, что тебе доверяется какое-то служение. Также награда за изучение Писания, как я часто объясняю, и даже за исполнение всех заповедей. Сама возможность изучать Писание и сама возможность исполнять заповеди. И когда Бог помог левитам, вот здесь говорится о помощи Божьей, нершим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву семь тельцов и семь овнов. Давид был одет в весонную одежду, а также и все левиты, нершие ковчег, то есть они все одинаково были одеты, и певцы, и хинания, начальник музыкантов и певцов. Ну, немножко непонятно, почему Давид уже не был из колена левина, одет так же, как и священники. Он пророк. А будучи пророком, он ближе к Богу, чем даже сами священники, потому что он собеседует с Богом в пророческом озарении, тем более, что Давид был другом Божьим. На Давиде же был еще льняной ефот. Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием, весь Израиль, то есть в окружении множества народа, при звуке рога и труп, и кимвалов, играя на псалтырях и цитрах, когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саулова, это жена Давида, смотрела в окно и увидела царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем. То есть она увидела своего мужа в окошках, что он скакал перед Богом, то есть плясал перед Богом, прыгал, хлопал в ладоши и крайне веселился. То есть Давид понимал, что без радости, веселья нельзя совершать такого важного дела. А Мелхола в сердце своем она осудила, уничижила своего мужа, и, скажем так, за это Бог заключил ее чрево, и она до смерти не рожала детей. Что значит до смерти не рожала? А что, после смерти рожала? Так говорится в книгах царей. Имеется в виду, что она умерла от родов. Иначе непонятно, зачем говорить, что она до смерти не рожала. Давайте посмотрим слова Максима Туринского. Это его проповедь. Он пишет. «Наши торжества празднуются тогда, когда церковь соединяется с Христом, как говорит Иоанн, имеющий невесту, есть жених. И вот ради такой свадьбы нас тянет плясать, подобно тому, как Давид, царь, и равно пророки плясали, как о нем сообщается перед Ковчегом Завета, и много пел. Здесь вот Максим Туринский утверждает, что вообще у пророков было принято плясать. А возрадовавшись сильно, он пустился в пляс, потому что в духе он видел Марию, рожденную по его линии и возведенную в покой Христа. И тогда, говорит, и выйдет он словно жених из чертога его. То есть он пребывал в таком состоянии крайнего религиозного такого экстаза и переживал пророческое озарение и созерцал Деву Марию, Мать Христа. Дальше говорится о Давиде. Он пел более других авторов пророков, радостнее, чем они, и радостью своею связывал брачным союзом потомков своих. Ведь он прямой потомок Христа и Деву Марии. И приглашая нас на свое торжество необыкновенно, привлекательным способом, танцуя так радостно перед Ковчегом, в ожидании своего брачного союза, он научил нас тому, что нужно делать на наших торжествах. Тогда плясал пророк Давид, и чем же мы бы сказали, был Ковчег, если не Святой Марии? А почему-то Максим Тулинский наставит на то, что Ковчег – это Мария. В Ковчеге присутствие Бога. Машутский Ковчег – это ящик. А в чреве Девы Марии, как в вдушевленном Ковчеге, происходит встреча Божественного с человеческим в единую ипостась. Поэтому для него образ Ковчега – это образ Марии, но Мария – это одушевленный Ковчег, а не деревянный ящик, а кованый золотом. И чем же мы бы сказали, был Ковчег, если не Святой Марии? Ибо Ковчег хранил внутри себя скрижали завета, а сама Мария носила в себе самого Творца завета. «Внутри Ковчега был закон, Мария носила внутри себя Евангелие. Ковчег изнутри и снаружи сиял золотом, а Мария сияла изнутри и снаружи блеском девства. Ковчег украшен был золотом земным, Мария небесная». Вот такой очень красивый комментарий. Но Мейлхола уничижила Давида в сердце своем и поступила очень неправильно. Вот, например, Григорий Великий в своих «Моралиях» на книгу Иова пишет, когда Мейлхола, дочь Саула, все еще безумствующая от гордости своим царским происхождением, уничижила его, то есть Давида, говоря, как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. Она тут же услышала, то есть ответ Давида, «пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду», так ей ответил Давид. И чуть далее добавляется, «и я еще более уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, как если бы он сказал так, я стремлюсь быть униженным пред людьми, потому что стремлюсь пред Господом быть знатным своей смиренностью». Вот такое объяснение дает Григорий Великий, Григорий Двоеслов, Папа Римский. Итак, мы сегодня окончили изучение 15-й главы первой книги «Паралепименон». Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем изучать 16-ю главу этой книги. Продолжение следует...